Добрый, друзья мои читатели, сегодня у нас в гостях ведущий программ ТЭТ 2.0 по телеканалу ТЭТ, прост, Ник и Джейн. Привет, я Джейн. Всем привет. Так, первый вопрос. Будете ли вы навещать Полтаву? Я хочу с вами встретиться, но в Киеве пока не могу приехать. Я так хочу вас увидеть. Ну, я поеду до Полтавы дороже наступного месяца, а щодо самого проекта, не знаю, запрошуте, у нас есть социальные мережи, пишите, что интересного будет. Если у вас что-то интересное происходит в Полтаве, мы можем приехать. А вы приезжаете лучше до нас. Або попробуйте что-то организовать, что нас зацикавит, и мы обоих приезжаем. Что скажешь? Они зацикавят, мы же все. Если бы вы сделали себе татуирование, я приеду обоих в школах. Особенно, что это татуирование ТЭТ 2.0. О, то мы точно приедем. Какие такие. Только на минуте граффити брешу, пожалуйста. Да, если честно, на граффити трошки... Привет, Рос Ники Джей. Я очень люблю вашу программу, она поднимает мне настрой. Я хочу поступать в театральнее. В будущем я хотела весь ТЭТ 2.0. Вам ростает хорошая изменения. Ого. Я хочу пропоновать вам новый конкурс ТЭТ-Поэт, где учасники должны написать вирс или песню, присвященную ТЭТ 2.0, чи кому-то из вас. А також меня интересует, когда будет украинский флешмоб и на эту тему. Окей, так по порядку требует повести. Ну, а я почувствую только одно вопрос про украинский флешмоб, а все иное так... Она будет подтверждена. Нет, 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 нет. Мне кажется, я там звезти-звезти буду в театральнее. Почему мы еще не зрозумевали? Это новая форма вопроса в виде резюме. Там театральное, там, а так, я буду тогда, то все, я вольно готова вести. Нет, на самом деле, по политическому моменту, мы готовы, покажи, что ты можешь, что умеешь. Просто напиши в группу, и мы сделаем какую-то отдельную колонку, и будем это делать. Мы можем и відео робить, и просто текст. Можливо, ты вообще будешь початківцем какой-то новой рубрики в нашем телеэферии, не просто какой-то группы в контакте. У нас нет рамок передачи. То есть, если у тебя какие-то интересные темы, ты можешь их нам отправлять, мы будем их переглядать, и будешь вести какую-то рубрику. Это Тедпоэт. Ну, например, будет. Тедпоэт. А еще до всеукраинского флешмобу, ну, пока что у нас было лишь 5 эферий, но я думаю, что мы взросли до этого уровня, и что-то сделаем. Просто так же мы можем это сделать, мы можем допомогать это сделать, но нам нужны идеи и первый крок от вас, потому что мы делаем свои кроки, но они же, ну... Можете быть встречу. Симбеоз такой у меня. Мы не ховаемся, нас легко найти, нам легко написать, и сказать все, что вы думаете, все, что вы хотите, тогда будем работать. Угу, все посылания на страницах, на стенах. У нас там некоторые знаки, можно их подписать. Что там далее? Что там далее? Да. Да. Театральность это интересная. Next. Чи пишаются ваши родители вами? Ого, Танечко, мои так, дуже, и бабуся, когда увидела меня вперше на телеэкране, расплакалася для меня, это очень важно. Знаете, я переглядал... Само те, что она расплакалася, вибачу, что перебила. Ну, просто там момент был, это было приятно. Это, я так думаю... Можно я скажу, такая история была, я помогаю. Дякую. Дякую. Я смотрел первый эфир, знаешь, это всегда лячно, поскольку ты себя ведущим не видишь, сам до конца не понимаешь. И таки смотрелся, вся родина зібралась, бабушка пришла. И мы таки смотрелся вместе, бабушка переглянула эфир, и в конце такая, ну все, можно помирать. Я говорю, бабуля, ну что ты? Не, а у меня на самом деле было так, я не бачила нашого першого, на самом деле, я не бачила жодного эфиру, самому по телебачу на телеканалі, я смотрю их в интернете, потому что каждую разу, когда выходит наша программа, у нас есть снимальный день, на самом деле. Або там, майже снимальный день, ну что-то у нас там происходит. И я не смотрела первого эфира, но я смотрю на годинок, разумею, что сейчас на телеканалі наш эфир, приходит там 10 хвилин після закінчення, в мене блок смсу, купа дзвонків, все дзвонять, поздравляють, кажуть, как хорошо и не хорошо было, а я в этот час пытаюсь скидывать, и звоню в спочатку росу, потім нику, жоден из них, а ты уже с бабцей дивился, нік десь был. Я был на виставе. На виставе, на виставе, так. И я их поздравляю, там, з'яснилось, мне все будет добро, претендарно, ну так, прикольно. Ну, там было таке смешно, ну, мої батьки не звукли, бачите меня, по телебаченню. Не на экране. Само по телебаченню, потому что они звукли, они там дивляться рекламы, сериали, какие-то там эпизоды в кино, и в театре бачили. И когда я побачил первый эфир, брат мені молодший написал, а он тоже навчается в театральном, он написал, ну, что, каже, брат, ну, нормально, кльово, але мне кажется, что не твій формат. А Марта сказала сразу, каже, ну, нормально, я тебе хочу бачить, то телебаченню, потому что тебе, ты рідко бываешь вдома, и сказала, але погано збунтована там одна рубрика, и та рубрика, что-то дуже погано збунтована. А так, это все нормально. Да, это все нормально, да, постязано. У меня друзья сказали, что куплю телер через то, что треба, что хочу якось встречаться. Я кажу, так, приходите там на, будем разом дивиться с попкорном, т-та-та, я буду там, вот тут. А ты будешь комментировать, а скажите, насправді, з якого дубля мы это взяли? Это, вот, ты бачишь, это сперва? Ты не сейчас умеешь. Я же умею, я же так же умею. Я тоже умею подавиться один наш эфир с друзьями. Сести с попкорном, и пояснивать им всю всю правду, как это снималось. Слушай, мы можем сделать это в Львове. А знаете, а сейчас будет вот такие вот лямки. Давай у Львове. Слушайте, а насправді наша программа «Їде до Львова» и мы матимем у зйомки самого Львови. Запрошуем усіх львівян подавиться на вашего дитину цего места. И на нас с Николем Харкевьян, Киевьян, Господи. Киевским. Так. Будет интересно, приедемтесь, будем делать много чего. И разготуют для нас правшую сюрприз, какую-то там вечерку. И мы с Николем вообще ничего не знаем. Если вы прочитаете это до того момента, когда мы уже побиваем. Знаете, мы будем щиро. Пробачите, мы все не распространяем. Если вы встанете прочитать этот меседж до того, как мы приедем до Львова, мы всех вас ждем, что Киевьян из Львова. Львов невеликое место. Почему такое львове? Мы можем перестрелиться. Какий маникюр? Для чего? Подивися, что происходит. Я поранился. Я каминчики сбираю. Чего? Вот. Вы можете приединиваться до нас. Мы гуляем с усима. Мы открыты для любого. До всех наших глядачей. Я прошу. Открытие добудем. Мы открытие для любого. Будешь? Дошадь, потому что ты просто глядачей. Стань нашим фейнером. Ай-яй-яй. Ты запомнился на то. Это именно для тебя. Яскравый мунд. Лера, мы повторили подводку. Можно ли мы пойти? Лера, это наш шеф-редактор. У нас постоянно какие-то ощущения. Вражения? Ощущения. Словник, я тебе же купил львову. Ощущения. Что она где-то рядом. И что мы все же скажем. Не понимаю, что вы чувствуете. Я уже бачу. Глобальная ответа была. Такая, долго. Ты встыгаешь? Я забыл вопрос. Что вы говорили? Это было только один вопрос. Мы будем еще что-то ответить. Что говорят про то, что вы стали телеведущей, как ваши друзья? Чи не знали, что они вам? Раз. Друзей? У тебя есть что рассказать? Ну, друзья просто не знаю. Я бы старалась, да? А что это вы? Если бы можно я слово «друзей», будь ласка. То есть, друзья остались. Зачем? Друзей это основное в жизни. Мати их потребует не много. Их там, несколько, но это настоящие друзья. И они за тебя будут завжди рады. Маленькая пауза. У Роса в контакте 950 друзей. Ты сладкоешь. Ну, там что-то такое. А у тебя сколько? Маленькая пауза. 121? Это уже больше. Да, 16 друзей. Так я тут поморчу, здесь с вами одна тысяча. Ну, доброе, доброе. На самом деле, друзья поддерживают постельно. Радио я стрибнул с парашютом, сразу набрал своих друзей. А ну, расскажи, через что сам ты стрибнул? Ну, на самом деле, по сюжету. Трохи поднимаем вас за висок зйомок и рассказаем, как это происходит. Да, сейчас посмотрим, как это стало. По сценарию, когда я приехал из Львова, я не знал, что я должен стрельбать с парашютом. По сценарию, я должен стрельбать Джеймс. И на самом деле, фишка была в том, что я действительно этого хотела. Я это предложила. Но именно того дня у меня была определенная проблема с Львовом. И я очень скотельгала, пытаясь это приховывать на камеру, чтобы не было видно. А я совершенно боюсь высоты. И я всегда против таких экстремальных вещей. Потому что я всегда риск. Ну, таких же я, Рос. Но мне постоянно говорят, что всю дорогу, когда мы снимаем, ну, раз стрельбне, Джеймс. Может, раз стрельбне, ха-ха, хе-хе, все, типа, ну... Он до последнего дня не принимает. Мы не вспоминаем, что он не стрельбает. И тут, бац, приезжаем на место, из которого нужно стрельбать. И я понимаю, оп, это все по-серьезному. Ну, пришлось стрельбать, контракт подписан, Рос. Что ты так говоришь? Не можешь так говорить. Все, 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 чему не можно сказать? Что? Питание, взагал, было про друзей. Давай попробуем. А, ну, ось, и для чего я это рассказал? Все. И сразу после стрельбки я в таких эмоциях зателефонировал своим друзям. И сразу, знаете, на таких эмоциях он пояснил. Я сделаю это, я стрельбнул. А они были на какой-то вечерке в Львове. И что ты, купа таких гламп, просто людей. И все меня витают по телефону, зовсім не знакомые люди. А это друзья. В меня, ну, нормально ситуация. Друзья доброе это воспринимают. Единое, они меня не видят, потому что снялка начинается на втором. Они тебя видят по телевизору. Ну, так. И доводится вставать от четвертой ранку, от пятой ранку, приездить на грим, оттуда и пока. И до останней, до останней зори знімати. Ось, але мені приятно, что они не поддерживают, потому что такой маленький момент. Наша промо, наша реклама проекту, до того, как начался проект, у промо люди, эти 10-15 людей, это все мои друзья, самые мои. Так сталося, что нужно было найти людей на мисовку. Я записала друзей и пришла кучу друзей поддерживать. Было приятно. Ник? Мы, друзья, почти все, связаны с театром, кино или музыкой. И они, если честно, просто... Ну, это очень тяжело заздрить, потому что это и другие сферы. Ну, как заздрить, там... В других формах. Они, напевно, мне кажется, что они не смотрятся. Мы, как раз встречаемся, и никто не знает, как работают, нормально, там, все. Хоча, может, кто-то и есть, но я же этого не знаю. То скажите ему про это, нарештой нужно. Знаете, я бы решил, что у Ника есть друзья, и заздрить здесь просто, чтобы они не знали. Слушайте, я такая очень питательная, сделала не в серьезном, а давайте далее. Ну, что-то... Здорово. Ну, философская тема. Как Высоцкая. Привет. Классный был Киев Гранулы. Вы хотели сами спеть в народном Киеве? Что бы это была за песня? Так, мы собираемся, до речи, сделать это и последние программы с Виктором Броняком, лидером гурту ТІК. Если я не помню, ты Ника ему показывал... Я уже стартанул. На мобильную, так, как Ника себе взнял, спеваючи письню Олені. И в разговоре с Виктором мы говорили про то, что, возможно, не сам в наступной, а в наступных программах, мы тоже не просто будем святками, а сделаем свой внесок в это. Как Выvarающий, как мы не умивем, спевать. А если вы Cottageiere does, то мы сможем, как-то так, обиграть, может, что-то, знаете... Какой-то там, жест... Нам释 Chair'им... А потом, какuman просто песня, где можно было даже тем людям, которым не спевают, заспевать и… Чтобы люди, которые кладут, мы хочу... Хочешь, как люди呢? И люди, которые работают на Порте... А на Maine thinking, по-разному, что мы очень очень спреваем, особенно Ника? В души. Позже я не умею, то конечно есть... В душей! Ты че? Я то, в душі. Тестою какое-то ли уже говоришь. В душе? Можешь спевать и там, и там, а в одночасно. А какая самая песня? Ну, я пока еще не знаю, что самая это будет. Не, какая группа будет. Но постоянно так. Я как-то так и сделаю. Само сейчас у нас проходят голосование между Океаном и Мерзей и Бумбоксом. Я уже другую программу голосую за Бумбокс. Я за всех, но Бумбокс я очень хочу. Океани крутые. Океани крутые, я буду за Океани. Постойно в машине я слушаю. Они скоро еще с симфоничным оркестром будут. Я так и с симфоничным оркестром. Не знаю, мы и повели на это вопрос. У нас бывает такое, что мы всегда заходим в какие-то кучи. Стопай нас, ты уже. Коротко разповім, что когда идет съемка, у нас есть там невеличкий сценарий, что мы можем, типа, сказать, какая тема. А мы всегда забываем про что, и у нас такие, просто в кучи заходим. Ты слушай, Лера! Алло! И мы говорим там, ну, как тебе, там, как-то, ой, заходим с какой-то темой, а потом, оп, а мы не про то говорим. Это не значит. Давай. Павел, что вы слушаете? Какую музыку? О, это хорошее вопрос. Мы слушаем музыку. Честно. Это вы понедрозное вопрос. Складно поедать, ну, то есть, очень много качественной музыки, и сложно сказать, что ты слушаешь. В какой-то период, там, 16-15 лет, ты слушаешь какой-то стиль музыки. Например, я слушал рок. Позже, когда мне началась подобная музыка, там, как-то этно, еще какой-то, как-то фольк, для меня это было такое открытие, потому что каждая людина, она, когда я так думаю, она должна себе понять, что, так, где я находюсь, чем я занимаюсь, как я могу выглядеть, и какой у меня святогляд. Это интересно, это классная тема, потому что. Это все твои, я уже не знаю. Но, когда ты вырослешь, ты понимаешь, что не можно ставить рамки по музыке. Надо слушать музыку, которая тебе нравится. Каждый период, все. Ну, все. Но я за рок. Все, я за рок. Я слушаю, очень легко понять, что я слушаю, просто, я понимаю, что сейчас на себе накличу, может, беду якусь, залезти в контакт и посмотрите мой плейлист. Это не моя карта. Потому что, знаешь, люди, ага, они ездят, потому что никто не узнает меня, я так это не рад и тихонечко, что никто не узнает меня в контакте. Просто никто не шукает. Я не знаю, у меня тоже, не часто, но протягом того, так, часу, сменилася смаки. Зараз моя улюблена группа, это АМХ, которые проездят 22 жовтня, они будут. Я была на них в Кельне, ездила до Германии, саме на их концерт. Ездила в конце месяца в старое место до Львова, где они тоже были, и сейчас мы в Киеве. Я очень их ждем. Я их ждем. А вообще, женщина, на самом деле, не может ответить такой, как у Ника, потому что контакты говорят. Они говорят, если ты хочешь понимать человека, подивися на ее видео или аудиозаписы где-то на соцсетях. А если ты понимаешь музыку, которую слушает эта человеку, то ты понимаешь эту человеку? Ну, может, не совсем так, но ты умеешь. Ты стараешься, да? Ты стараешься, я бачу. Ты екс Пикасо, да? Ты понимаешь, что он сказал? Усего, что мы не видим, на самом деле не существует. Я сказал... А моя подруга сказала передать тебе не Пикасо, а Пикасо. Я сказал, что нереальных вещей реально нет. А екс правильный? А на самом деле... Просто он так это говорит, как это его фраза. Понимаешь? Ты мне показал, что это... Это же моя фраза? Я перефразовал. Пикасо сказал... Там было вопрос о дзерковой хворобе? Так нет, почему она тут дзеркова? Я... Ну, просто... Дуже классная фраза, честно. Я... Звучит, я не буду думать. Потребно... Теж... Интересно. Нереальных вещей нет. Кукусика, дальше. Прокатите на вашей машинке. Кого? Классная татуировка. Как решилась? Дякую, какая из них. Маю 8 тату, запитаешь конкретную ответственность. Ну, давай, я... По скрипту. Мы с Николой только 6. Я думаю, что это та, на каком мы меньше. Так. Женя, да еще две. А еще до машины? Так, давайте. Ну, это же не вопрос. Это так, знаешь. Просто мне кажется, что... Та, которая больше видна. Потому что... Ну, это справедливо, мне кажется, потребен крок сделать так, чтобы мы ее постоянно же видим. Ну, добре. Если вопрос, что до шии... Ши, правильно? Да. Ши. Такое слово. Ши. Урешалась очень спонтанно. Я была у друга, у своего майстра по татуированию. А теперь это так называется? Так. Это так называется. Окей. Ты же понимаешь, у тебя еще какие-то девчата там не понимают, какие-то сранку крутуют снеганки. Вы бы тебя перебив, сегодня я пойду на майстриня по татуированию. Иди собе. Могу, чтобы татуирование было хорошим и самым в первом месте. Продолжим. И он намалювал мне на шее ручку тату, и мне казалось, что это, по-перше, очень сексуально. Ну что? Я сейчас это слышу, мне сказали тоже. А по-другому, я поняла, что это именно то, чего мне не хватало. Это, знаешь, когда ты делаешь какую-то татуирование для других людей, зачистку, пирс, любое что. Купаешь какую-то вещь, перейдешь к другому месте, любое что. А ты делаешь что-то, что тебя изменяет, и они настолько про тебя, что всем другим здаются, что ты уже никогда без этого не был. То есть, например, много моих друзей уже не пометают меня без татуирования, вообще. Ну, без самого этого. И это приятно, интересно. Возможно, в одном из эфиров я себе тоже сделаю татуирование. Ты благослови. Я не помню, что было, что я оставила в программе, я тебя там стебала, через то, что я катаюсь на лейтбордах, я стрибаю, и т.д. А Росписнин говорил про то, что я захочу сделать что-то экстремальное, ну, пожалуйста, будь ласка, что-то я могу сделать. И тут я такая, а никогда не было, у Ника были какие-то театральные съемки, ну, я не помню, что это было, его не было. И мы взросли это под час ТНМК, народного кліпа, помнишь? И мы про это vraiment поговорим, я говорю, ну, давай сраб throwing. Все, давай, реши, давай». А в него этот рушил что-то, говорит, давай, я не буду еще с этого такими. Я говорю, ну, все, я сейчас делаю, я говорю, ну, все, делаю тоже. Не знаю, это главное. А когда мне надо сделать эт saber? Ну, я говорю, ну, давай мне, может на руке д bate? Ты знаешь, что ты хочешь достать? Я готова. Мне серьезное татуирование. Надо р minutes, строительства, надо премию. Ооооооооооооо! Надо развелывать. Надо было кто-то запретить. Я скоро буду нанос столкаться. Он же обещал, что Иваня сделает. А я только собираю все его пожелания, así бы. Всё, он собираю, что это ИФУ про нас собирает? Пока я катаюсь на наиборнах, он спевает про Уродяных и на роликах ездить там что-то, пока мы стрельбаем, он комментирует. А сам не что мне делать? Это вопрос для Ника. Если честно, очень смешно, вчера на съемках мы приезжали на флешмоб и наш редактор общается с хлопцами и говорит, а вы можете не начинать пока там съемку? Сейчас они там что-то приезжают, звук налагодят, а они говорят, что за программа? Они говорят, что Т2.0 из канала Т2. А, это там где два геи ездят девочки. Да, это такой пропуск какой-то. Что, мы похожи на гею? Просто таки, да. А как мы относимся? А как может вы относитесь к геям? Ну я, моя ответственность, я очень нормально отношусь к всех секс-моншинств. Мне пофиг, у меня очень много друзей и среди геев, и среди лесбиянок. И пошли и поехали? Мне серьезно пофиг, это ваш выбор и это нормально. Я считаю, что это нормально. Скажу коротко, мы до них относимся нормально. Чтобы они до нас тоже нормально вымаслись. Это мы просто еще одного раза никому не водили его ни в помаду, ни в андроген. Ни в андроген, да. Мы обещали, что мы его взводим. Запросите нас еще раз, мы поговорим после того, как вы таки павлик. Да, но если что-то мягкое усердно. Вантажить только геи, которые тебе звонят. Липучие. Ну знаешь, что бывает. Телеф. Телеф. Липучие геи, делите на телеканале Т2. Ну серьезно, у меня было пару раз на съемках, если, может быть, хлопец делать мейкарт или игрой, и он, ну так, откровенно, ну как бы, ну там... Лапой? Ну не, не лапой. Пусть осуществляется там. А ты говоришь, чувак, ну типа... Ну, это мне немножко вантажить, потому что... Мне подобное слово вантажить. Что это твое? Вантажить. Ну, грузить. Вантажить. Грузить, вантажить. Хорошо вантажить. Вантажить. Далее. Мы должны предложение приехать в города на этот раз Днепропетровск. Мы не планируем. Так. Мы не планируем. Честно. У нас все как-то так трошки спонтанно, как я, так и я. Но есть маленькая проблема, просто... Ну, честно, мы можем сказать, пока мы не придумали, как нам приезжать в другие места к месту именно со студией. Не, на самом деле все придумано. Так просто в 44-м году. Без того, так, все можно, мы можем приехать и без студии, что... Нет, без студии не можем. Если на самом деле будет это с Львовом... Ну, через два дня мы, думаю, уже будем в Львове. В Львове. Завтра же? В Львове. В Львове. В Львове. Мы будем там без своей студии, еще пока не знаем, как самим будем переслатися містом. Была идея сделать это на велосипедах. На коньячках. На коньячках, так. А, ты сказал, что это мажорно. Нет, в карете мажорно, а просто на коньячках. А на самом деле, ну, понимаете, просто так приехать и снимать место, ну, не совсем, те, что про нашу программу. Идеи, что самое мы будем делать в Львове. Завдания, что самое мы можем сделать. Сюжеты. Події. Події. Флешмоби. Мы можем приехать будь-куда. В Крим, в Одессу, до Львова, навіть, ну, за кордон не знаю, чим мы потянем. Але, якщо... Померожай мне. Если будет причина, чего туда ехать. То есть, так вот просто поспілкуватися мы можем и в Киеве. А ехать на какой-то проект, если, правда, будет что-то взнято там, интересно, чтобы вся Украина это увидела. Ну, конечно, мы можем приехать. Но это основная мета нашего проекта. Что мы сейчас увидим и можем выезжать, можем принять сюжет, сценарий по ходу. Так, насправді, ось те, про что вы говорили в МИД, чтобы была какая-то работа на встрече один одному. То есть, мы приехать сможем. Что вы сможете нам сделать, дать вашему МИД? Можем приехать и подзаработать какую-то цену помалювать. Знаешь, что-то... Столярку заеду. Абузем мы подпокладываем. Да, без того. Заявие гроши никогда не бывают зайвыми. Какие украинские ведущие вы считаете образцом для подражания? О, классное вопрос. Ника, как ты думаешь? Я, если честно, не знаю. Хочу сказать, что, например, Александр Цикало вважает за подражание Ника. Вот, сделаем на него... Можно, ты понимаешь. Это же правда. Это же правда. Ну, даже... Я не хочу. Засуромили, хлопцы. Мне нравится Иван Ургант. Не знаю, он хорошо ведет. Он украинский? Нет, он не российский. А, а кого из украинских? Попросы не было, кого из украинских? Да. В украинских мне, например, очень нравится Васю Фролова. Фролова, да? Да, Васю Фролова. Замодин. Катерина Осаджио очень хорошая. Мне нравится... Можешь я договорить? Господи. Ты же не договорил? Нет. Извините. Я буду пить вон. Снова, я сейчас буду. Не треба. Алло. Расскажи, расскажи. Мне понравилось... С самого начала понравилось, что нереальный креатив, который ей позволялось работать на камеру. И она была одним из первых телеведущих, с которой это стало возможно. И одними из многих, с короткой зачисткой и т.д. Потому что... Оце, оце и долгое волосы было... Оце, оце. Ну и меня бачат. Довгий час было таким важливым моментом, чтобы тебя взяли в телеведущую на телеканал. Я говорю сейчас именно про женщину. А еще... Ну... Самый профессиональный уровень, какой-то такой очень высокий. Ну, наверное, Еферсинина, Маша, считается, такого. Но у вас и Фрилова она ближе, такая крутая. Мне Катерина Усача нравится. Как телеведущая. Она классно себя ведет. Она умело подает то, что она хочет спросить о знаменитостях. И она сама запропоняла этот проект и сама его делает. Своими силами. Ээээ. Соняя. Она обычно не может такого говорить. Нет, правда, она мне не нравится. Я смотрю на канале, как она выглядит, как она себя ведет. Очень легко. Мне это понравится. Юлияна, извините, Юлияна. Сон Юлияна, есть ли у себя человеку? Я просто не знаю украинских ведущих. Единственный, который знает, это Василь Фрилова. С ней просто колись еще, я на первом курсе на акторском занимался. Она была в сериале «Милицейская академия 2», а я там был в эпизодах. И мы там с ней просто познакомимся, трошки поспілкувалися. Она, мне кажется, цикава сама по себе людина. Ну, я работала с Васю на фотосессии для журнала. А так, я как ведущих не знаю. Хочем быть похожими... Давайте, нужно сказать нам вдвох, это одночасно. Хочем быть похожими на Джейн. Не знаю, кто подобается из ведущих? Саша Барон Коин, или как его зовут? Ну, я знаю, он неукраинец. Ну, я хочу сказать, он самый крутой британский ведущий, телеведущий, самый известный. И знаешь, кого... Он просто, мне кажется, это современный. И очень проектовый ведет, он очень креативный. Знаешь, кого он, мне кажется, помнишь, ты был ведущий в фильме «Пяти элемент», такой чувак-негерцяк. Да, да, да. Это не ухо, что-то схоже. Заробить цей шкиру. Продолжение второго вопроса. Как вы относитесь к дурнику? Ага. Нормально крутой чувак. Да, нет, нет, дурнику. Да, нормально. Да, нормально. Они просто подходили на презентацию ТЭП до нас, и мы боялись, что они начнут нас стебать, но вышло наоборот, и они все повырязали, их не стебали. Это было, Лена. Требует оригинал достать, да. Мы правда боялись, что будут стебать, но все вышло, что наоборот. Нет, на самом деле у меня с Даха очень крутые чуваки. Мы больше поспілкувалися с Дахом, и Роню Брос бачил ее в Львове нещедавно. Даха из Львова, и у нас есть какой-то контакт. У него есть с семьей девчонками контакт, и он нормальный. Так только с Дахой, мы с тобой. Заступайся. Тема просто в чем? С Духни у меня знакомые, мы знаем только через телебач. Ну так, но мы с нормальными чуваками Даха крутая. Да, Даха крутая. Их программу, я могу сказать, что я смотрелся несколько разов. Прикольно. Это наиболее фанатские переносы. Ну, по правде мне, это что с разумом? Подходишь, стебут так, ну, это нужно уметь стебать. Да, это нужно уметь, чтобы так стебать. Ну все, обласкали дурню вас Даху, и поехали в Даню. Окей. Это, может, вы на ней написали нам? Нет. Знаете, кто мне пишет так поставить? Нет, а сначала было вопрос, кто найкращий для вас из Крыма? Ты не делай нас сидять, знаешь? Что ты делаешь? Да, ты не делаешь инфекторы. Окей. Менш. Ты же знаешь, кто не разумит? Мы запутали прямо. Прямо, как дурними уставитесь. Нормально станутся, чувак. Нормально. Очень необычный вопрос. Что покушать вообще? О, ботон с кефиром. Да неправда. А что, я ходил в рік? Как там в письме? Ботон с кефиром и так идет, честно скажу. Я научился, лежил в ботонах, в ботонах, в ботонах, в ботонах. Потому что хорошо знаю, что снимается приезда. Кефир, пол-батол! Бутилка кефира, пол-батол! Бутилка кефира, пол-батол! В гортожитку жили? Я в данный час, я училась в политехническом и недолго час там тесувалась, постойно залишалась там до спада десь Мирина. Долго я не жив в гортожитку, но тесувался я постойно в гортожитку. Тому вот так, как приходишь и идешь в гортожитку, но приходишь, так и это правда. Это такие люди, как ты, очень вантажат для тех, кто уже в гортожитке. Потому что они там живут, расскажите. Вы приходите, съедаете все, что там есть, а я приходу с батоном и с кефиром. Просто мне кажется, что в гортожитку нам главное тема поесть, потому что там пьют, а они едят. Ну так, пьют тоже. Я в гортожитку, мы готували и пасту, и наилучший снятанок у нас был, мы отваривали рис, очень покупали там за 16 грн креветки. Прокупали 16 грн креветки на Чишине. Смотри, это мажорный стандарт. Воно коштует 16 грн, там, можно взять. Ты потом делаешь просто кастрюлю рису с этими креветками, соусом соевым за 6 грн и ешь нормально. Так и смачно. Воно коштует, 30 грн выходит и можно... Слушай, вытравили рис, кто задал это вопрос, она будет знать, как готовить в гортожитке. Следующий вопрос. Тут у них очень много. Это не много. Это не много? Серьезно? Мы ехали, было бы уверены, что в целом не будет, або там 5. Что застрянулось? Нога застряла. Хмельница. Налейте сейчас хипстер хипстером. Хмельница. Проходят свои коммуникации с киской капотой. Мы помовчим. Сейчас мы выйдем. Сидит такой, бери, ты чего? Как выходит эта коммуникация? Ну, на самом деле, очень интересные изменения, потому что я сам вырос в Харкове на райончику, ходил в спортивном костюме, брев голову, это правда было. Все мои друзья, это КМСники по боксу, КМСники по борьбе. Я думаю, сейчас общаюсь нормально, абсолютно адекватно. Они нормальные мои друзья. Были и такие, что сейчас сидят уже. с киевской капотой. Ну, как, прошли мои... Суто моих изменений. Я там начал больше читать, больше интеллигентную музыку слушать, больше интеллигентные фильмы смотреться. А с киевской капотой просто сейчас не очень встречаются. Но это был нещодавно випадок. Я поехал, мы взяли в аренду дом, биле метро Славутич, на дачном секторе. И там уже с 8 вечера просто, знаете, смак-смак, бидло собирается. И такого... У нас такого, наверное, не было. Ну, у нас, якщо ты в спортивном костюме бритый, ты занимаешься спортом, в тебе есть какие-то понятия, какие-то понимания. Ты не просто безпредельщик. Ну, ты не просто можешь там... до всех там... Я не знаю... До... Я так скажу... Домахватись. Ой... Домахватись. Домахватись. Ты не можешь просто подойти там, и... В тебе есть какие-то законы, какие-то... Ну, ты... Небезпредельщик. А там, на слаботочке, я стоял за своей девчиной, и... просто... в окружении такого бидла, яка... ну... немае правил, ничого немае. Ну, довелося взяти такси, чтобы поехать домой, потому что стоять там больше неможливо было. Я вот сейчас думаю, чтобы переезжать. Звучит, потому что неважко. Так все, твои часы прошли. Потому что ты уже озвучил адресу. Твои часы и гопати уже прошли, там, уже с новой Людой. Твои часы и гопати. Так что ты... Ничего, я скажу. Ну, Людой, приедешь, поговорим. Вопрос ко всем. Познают ли вас на улицу? На улицах. Вы знаете, меня познавали только, когда мы снимали. Мене раз познали. И это было так на вечерке в Львове. И это хлопец такой, какой-то познавленный. Ну, мы отрываемся с друзьями там, все, стрибаемо. То такой, ну, хуй, чувак, я его не знаю, первый раз вижу. То ты той чувак статуя? Я такой, да. респект за Львове. так, классно было. Ну, у меня немного другая ситуация. Меня познают через татуирование, это на первое. Я была уверена, что именно через это. А последний час уже холодно, я ходу там в шарфах и т.д. И впизнают. И впизнают. Розумеешь? В метро нещодавно я стою, ну, в метро, я иду из съемок в вагоне. Такая, я говорю о них, навантаженная, взагалі. У меня тут сумка, тут якийсь там бег скупу, речей з съемок, там я не помню, что мы снимали, тут книга, новушники, музыка, все ось так просто, додому, швидше. И заходят два чуваки, а я взагалі там волос, все, ничего не видно, и они такие, через пів вагона, это же ТЭК 2.0, дивись в она. И я понимаю, что я как-то так втягиваюсь, что я не понимаю, что происходит. Я могу как-то ховаться. А нормальные чуваки? Ну, такие. Такие. Нормальные чуваки. Это с теми, с кем я у меня на коммуникации. Киевские. Да. У меня еще такая невеликая история была, я занимался на интуиции, на новом канале, и была такая ситуация, что нужно было меня узнать. А там рубрика, телеведущий. Вот. И там, Олександр Кедан, как ведущий, выгадывал, Неліпа такий, тоже ведущий. Вот. И они такие стоят, ну, это чувак с МТВ, 100%, на мене. Кажут, что где-то меня уже видели. Вот. Но я стою, стою, и думаю, блин, ну, попаливно так. Сейчас еще не похвалился, что он, как что, кидончик на МТВ, я тоже могу легко попрацювати. Ну, сказали, что у меня выглядит как за МТВ. Не знаю. Что вы чувствуете, когда ведете передачу в машине-аквариуме? Спеку. Не треба называть, какое-то интересное вопрос. Какое-то интересное вопрос. Правда, интересно. Ну, я серьезно говорю. Почему? Я когда первый увидел машину, я так и сказал, что, ого, аквариум. Вот. И сначала, если честно, я честно могу сказать, что было мне, именно мне, это такая индивидуальная штука, незручно. Потому что, ты постоянно... Он звук до комфорта. Ну, ты постоянно, на тебе все смотрятся. Ты еще привертаешь внимание с самой машиной, а ты еще не можешь никуда закриться от людей. Ну, постоянно все ездят вообще с тонуванием в машине, чтобы никто не видел. А тут просто такая величезная, которая привертает внимание машину, и ты там в ней сидишь. Но сейчас, знаете, как-то... Звук. Да, звук, например. И даже прикольно, потому что есть люди, которые там ездят в машинах, а просто идут по улицам, и которые очень позитивно реагируют. Правда, позитивно. Там не тикают факи, там что-то не кричат, плохое, а справдя позитивно. А ну, фактикнули еще один раз, и Хопи Зоробов, это так скромнезливо, что мы ему аплодировали просто. Мне кажется, что он... Почерпанил. Ну, просто. А мы сейчас остановились, и начали его снимать. Давай еще, давай еще. Он стоял в корках, и ему не было подождение. Он не мог никуда поехать, и он так сиром, все по червеним, и в какой-то такой безнадежной просто, что червеним, как факт. А окна у него не затонули? Да. Не было когда. Ни, на самом деле, у меня не было такого первого впечатления еще до нашего аквариума. Я, когда его увидела, у меня просто долгий час был певный шок. Так. А потом, ну, я как-то не знаю, это моя по себе. Так. Это очень классно. Это очень классно. момент восприятия родного места. Я его вообще иначе вижу. Ну, за пять эфиров мы настолько порединились с нашим автомобилем, что он стал для нас как другий дом. Так. Приходишь, затишно, все, так, зйомка, там, камера пошла. Все? Что ты сказала? Как задрот. Как задрот. Все, я не могу сказать. Задрот. Я так пойду с камерой. Все, давай. Нам удобно в нашей машине. Слушай, а нас чути, да? А, да. А, можно себе сказать, что я думаю, что вы думаете, прошло пів години, а то счетно, здорово. В новой дубль и навыске все получилось так надо, особенно по утрам. Ум. Ой, я не хочу сказать, что у нас происходит с утра, это... А, нет. На самом деле... Так что? Где моя кава? Я хочу есть. А почему мы снимаем? Не прийти. Что ты, ферпин? А, нет. Ну, так все. Ну, сколько утра? Реально четыре. Ну, десь четыре. Максим, который был, это было четыре. Но понимаете, еще такая штука, что у нас нет текста. И поэтому эти дубли не... Те, что там надо повторять какой-то текст, а нас иногда просто заносят, и мы говорим уже про другую вещь, або мы говорим не так точно, чтобы было зрозумево глядачу. Так. И иногда просто, когда играешь... Ну, у нас действительно немало текстов, и много всего, что мы говорим, мы говорим от себя. Такая от себя. И иногда редакторы у нас топаются, або мы сказали немного точнее, там, самое какое-то там одно слово, чтобы было обязательно, або несколько слов прозвучало, из-за того, что на эмоциях не всегда можно объяснить глядачу, чтобы он понимал, что происходит. И в первые несколько программ у нас была самая такая ситуация, наши глядачи писали в группах, что мы не понимали, что делать с клепом молнии, нацелать, кодинги нацелать, что с ним... Ну, складно трохи. Иногда так бывает. Но мы намагаем застать. Складность в том, что у нас экспериментальный проект. И все, что мы делаем, все в эксперименте. Никто не знает, как это должно быть. И когда выходит дюймка, мы выезжаем, мы сказали правильно, бывает так, что лажу по светлу, лажу по звуку, нужно еще раз это сказать, или еще раз. А мы это говорим иногда, у нас нет завчанного текста. И мы от себя это говорим, и постоянно иногда в такие дебри заходим, в такие вещи. Потому что мы вчера говорили. Он говорит, что мы иногда по тексту кудись заходим, и снова вопрос. Никто, ты как хипстер хипстером. Это самая штука, мы скажем. Что до проекта, это действительно новый проект, особенно для украинского телевидения, потому что, во-первых, это не один и не два ведущих, это три люди. И для камеры это сложно. Во-вторых, это абсолютно другой формат самоизведения. Это в дороге. Это постельно нужно пристосоваться до бурки, когда стрибает. По звуку могут быть какие-то моменты. Мы едем через какие-то парки, это солнце в деревах, оно постельно меркнет, або перепали по свету, або просто темно. До этого постельно доводится пристосоваться, або ловить человека за склонцы, надо вернуть камеру и именно снять этот момент, потому что пройдет человек, або закончится момент. Когда еще не было передачи, мы снимали все там в середине, и это был капец. Мы один одного перебивали, сто раз, была каша, мы говорили каждый что-то свое, и нереально было что-то разъяснить. 15 жовтня будет эфир, где будет шмоток трактов. Так, побачите. О, классно. Да, побачите. Я тем, кто не знает, тракты это видео до снимок передачи, до снимок самого эфира. Это мне все равно интересно. Я уже не помню, просто сколько людей поместится в вашу машину. Когда до Вайгорю, в Триват и Запорожец, трамбовали 26 детей. А что способны вы ваша машина? Большой чем его занимаются. Ну, если надо ставить какой-то певный рекорд, то мне очень много. Так, для чего это надо сделать? У нас есть идея влаштовать пати в машине. Пока еще продолжение. Можно ли ваш грузовик на вечер для вечеринки? Ну, ось ответ. Ось ответ. Хочем забыть пати, а через то, что хотим, чтобы люди и мы с ними и хоть как-то почувались нормально в машине, не можем запросить самих. Можливо, мы сделаем какой-то конкурс, я не знаю, кто выиграет, получает пропуск до нашего машины на пати, что-то такое. Пишите в группы. Фонтакт, Фейсбук, все свои такие вещи, потому что их нужно конкретно разговаривать, разговаривать, потому что, если так влезти, то 167 людей. Ну, это будет 55 или 70 кг. Ты сколько вяжешь? А, ты взял среднюю арифметичную? Я взял среднюю арифметичную. 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 Мы не задавались таким вопросом, сколько людей туда влезутся. После того, мы будем это проверять. Надо, знаете, что? Спихают людей переховаться. Все снимают в автомобиле, подождите, что влезутся. Я никогда так не делал, я тебя прошу. Вся снимают пять людей. Ну, пять. Всех, всех, кто работает с нами. Поехали дальше. Поехали. Привет, Рост, Никит, Женя. Мне нужна ваша помощь. 19 жовтня у моих улюбленных вчителях день народжения. Она просто супер мегапилована. Она выкладывает украинскую мову, литературу и православство. Я хотела сделать для нее что-то несподимое и приятное. Будь ласка, помогите мне я надеюсь на вашу помощь. Я надеюсь на вашу помощь. 19 жовтня. 19 жовтня. 19 жовтня. Я думаю, что учителька не только будет меня ненавидеть, потому что я так погодно разговариваю украинскую мову, он говорит, что ты так скажешь? Но мы можем, я думаю, допомогти. Напиши нам в группу и мы уже начнем працювать. А какое место? Да. Какое место? Напиши, какого место, чтобы мы рассчитывали это и начнем придумывать, что мы можем сделать. Так, но сделать это, пожалуйста, в ближайший час, чтобы мы действительно могли встегнуть и по снимающим дням, и по всему другому, и дополнительному, но в любом случае мы сделаем. Не вопрос. Мы готовы допомогти тебе, но все мы сейчас, потому что домов нет. Нет, нужно понять суть, это же так. Мы готовы, не вопрос. Может, в центре 25, а может, 60. Это все зависит. Пиши. У меня куча вопросов. Починай. Давай. Вне своей стеклянной машины дружите вы или нет? Нет. Знаете, как только я выходу из стеклянной машины, забываюсь про... Я сразу так говорю, раз до меня подходят, и говорит, слушай, у меня нет машины, а метро нет. Можешь позачать? Доброго дня. У меня, извините, как вы знаете, мы ходим даже в бары, не часто, потому что, не знаю, деньги. Ну вот, мы часто ходим по пабам. На один раз, думаю, что я питаюсь. на много раз. Ты просто не знаешь. Ты просто не знаешь. Ты просто не знаешь. Ну вот, бачите, мы ответим на ваши вопросы. Ты же после не знаешь. На самом деле, все хорошо, мы общаемся. У нас немного тяжело, через то, что Рост не переехал из Львова до Киева, а у Мика последним часом очень много работы с режиссером, с львотеатром, а у меня фотографии, и у меня много других снимков. Незважаючи на то, что я с удовольствием не переехал до Киева, а живым Львовым, мы с ними чаще ходим в бары. Так ты думаешь, что она тебя проведет на потяну? Нет. Нет, я сам добираюсь на потяну. Мы тебе потом расскажем. За пара? Все мы не пойдем. Следующий вопрос. До этого назвали хипстером, теперь, как выживаются купленные книги Интеллигент Рософии? Видите? Камерами? Я это подумаю. Все номеры, гроши берем. Кто я хипстер, Рософия, у тебя есть гривня? Рософия, у тебя есть 25 копий? Пустяно. Сколько раз так было? Сколько раз так было? Было больше суммы. 20 гривен, 50 гривен. Такие же позиции. И то, такой вопрос, Рософия, у тебя есть там позиции 50 гривен? Он так говорит, мне 50 нет, а я. Он говорит, а у тебя что, на проезд нет? Он говорит, так что ты крепишься на тебе? Так, это позволяет. У меня история через то, что сегодня с утра перед зимой, мы заходим в магазин, и Ник такой, Дженку поменять, или все? Такой гопник усилий. Ты всегда позицияешь? Гопники всегда тоже позицияют. Ну там, следовательно. Я посещаю. Просто рос такой интеллигент, знаете, что он друг гопника просто. Да. Очень классно бороться с гопниками. Нет проблем. У интеллектуалов. Зараз коротил популяризацию интеллигентов, потому что они пошли знакомиться с гопниками. Скажите сразу про окулярники. Какую фразу? Да. Я на коментаре. Такую фразу? Рулять, потому что поднимите свои рейтинки. Слушайте, окулярники рулят. Вот это я хотела почувствовать? Ну так, ты же не упустил, так. Окулярники рулят. Я это постоянно говорю. Часто вырезают, но... Вы классно что-то. Вырезаем. У вас когда-нибудь возникали мысли замутить с Джейн? Это вопрос к Джейн. Джейн с тобой были? Думки замутить с Джейн? Нет, я с Джейн живу каждого дня. Видите, Джейн просто живет с Джейн и... Я не знаю, раз тебя были. Я не знаю, как ответить сообщественно. Я не уникал. Я не уникал. Нет, я не уникал. Ты скажешь, выникал? Скажешь, о, блин, чувак, там, до Джейн что-то пристает. Это и правда. Скажешь, не выникало? Джейн такой, так, не выникало, так, знаешь, блядь. И ты скажешь правду, что ты не выникал. Ты скажешь, не! Мне не выникало. О, так, поговорим. Мы с тобой встретились. На кастингу? Так. Поговорим, это семейная разговарка. А что тебе понравилось не больше? О, почему? Джейн? Очи. Очи? Я знаю. А что? Все таке? Я думаю, что я все скажу. Карри очи. Карри очи. Он знает, он знает, справедливо, Карри. Не, на самом деле, мне кажется, что не выникало, через то, что это было бы сложно до работы. Ну, серьезно. У нас и так. У нас и так. Тут есть какие-то такие тусомные моменты. Нет, мы друзья. Мы работаем на теледачу неразумно. Мы дружим и по эферам. До того же, мы уже успели познакомиться и понимать вкусы один одного. И парни не в моем стиле, и я не в их стиле. Потому что, когда снимаем что-то, и приходят хорошие девушки, и туда, и никому раз показывают на них, и я не сильно не понимаю, что там прикольного. Ну, а им понравится. То есть, какой-то момент, который не понравится. Я тебе просто так понимаю. Я ему там что-то поясню, покажу. О, да. Мы сегодня у нас разумели. Ну, там, так, так. Я тебе тоже нормально поясню. Ты тоже нормально понимаешь. Ты показывала какие-то шести. Який? Я говорила про... Ну, остальные хиптеры. Мы видели остальные хиптеры, вроде, какие-то подобные женщины. Мы его заценили. Да, да. Да, да. Я хотела поясню, что я. Такая милая. Ого. А, нам так себе. Окей. А, с кем из меня песком вы дружите? С кем мы дружим? Будем перераховывать по пальцам. Да, точно. А, Рос. Рос. Джейн. Джейн, да. Что у нас? У меня Ник, Джейн. Самые дружимы еще? Майдия, а почему мы на глазе знаменитых людей? Ну, это типа, кто есть в телебачене, да? А, а можно, как классифицировать людину, медиа, как там? Медиаперсона. 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 А на каком уровне? Ну, честно. Ты с Зорианом дружишь? Ну, с Зорианом дружишь? Ну, с Зорианом дружишь, что ж. Да, все друзья, которые связаны с медиа, это они поза кадром. Медиаперсона. У меня больше друзей среди режиссеров и продюсеров, но они уже ведут. Потому что у меня другого света режиссерский и я спілкуемся больше поза кадром с другими человеками, чем с тем, кто в кадре. Ну, у меня так выясняется, что много музыкантов. У меня больше друзей художников-дизайнеров, которые выставлялись в Пинчукар-центрах и всюду, в свете, за кордоном. И всюду в свете. И всюду в свете. И всюду в свете. Багладеши, Индия, Тубет. Исландия, Антарктида. Кто? Ты что? Згадаешь в Европе? Мои друзья? Да, ты представляешь? В Европе. И в Австралии. Просто мы еще одного раза не видели малюнки у Роса. Мы видели, где-то в четвертом магазине. В Пинчукар-центре. Так, у меня висела одна работа. Следующий вопрос. Вопрос Джейн. У какого мастера ты бьешь тату? Явки и пароли. ПР. Найперше татуирование мне сделал, я такой Дима, демон, мне кажется, если я не помиляюсь, его никнейм. Он работал в планете Тату. И сейчас, мне кажется, я самостоятельным мастером. Еще у меня есть тату от деда, нашего старшего, мастера из татуирования в городе Киеве. Его салон был первым в Украине, который начал делать пирсинг и татуирование. Еще маю тату какого-то полтавского мастера. Тимур, кажется, извините, не помню. Ну, и Дима. Дима, планета тату. Не знаю, что сказать. У них тоже есть одна. Да, у меня тоже есть татуирование. Одни, одни, одни. Но я не помню, как мастера звала, это было в 9 классе. Но, на самом деле, прикольно было, что на первом кастинге, когда мы пришли, я все-таки в татуах, Ник за пиздец на кастинг, и мы с Росом разговаривали, а Рос без татуирования. Знаете, как говорят, что я не доверяю человеку, в которой нет татуирования. Тут заходит Ник, и такой что там на-на-на, и эта тема начинается с татуированием, и он такой, а у меня тоже есть татуирование. Чего? И Рос так, просто просто да? Да. А почему вы не сделаете? Конечно, это не моя, хотя я еще не говорю. Ты еще не говорю, что сделаешь? Мы такие, как вы хотите, чтобы я сделаю. Козянки, Козянки. Козянки, что ты брошешь? Козянка. Ты будешь гореть в воду. Как гореть в воду? Пустина такая. Кто придумывает сюжет? Ну, в принципе, отвечали за Т2. Да, давайте, пожалуйста. Т2. Это ваша основная работа, или есть что-то еще? Нет, ни одного из нас это не... Ну, это основная работа, но есть еще много другого. Мне важно сказать, что это основная или не основная. У меня все работы основные, но это кино, театр. В кино снимать и я сам снимаю, и так же, ну, пока что артхаусная и короткометражная, и театр, звичайно, там я играю и ставлю. Но чтобы основная работа. Я, кроме канала, работаю еще фотографом, в журналах, и постойно, намагаюсь постойно снимать. Сейчас это немного тяжело, брак времени, но намагаюсь это делать. Я скажу, что, пока я начинал заниматься в проекте Т2.0, я занимался дизайном, художественным дизайном. Мы в Львове засунували невеличко свою компанию Design Studio 111. Мы с одногруппниками. Я поддерживаю далее работу в дизайне, малюю и работаю на телевидении. А еще я служусь в одной рекламной компании, но не скажу, в какой. Ну, в каждом из нас есть свои проекты, мы постоянно их двигаем до какого-то певного развития, этапа. Нет, почему? То важно. То есть, если вопрос, эта человек, которая себя, возможно, еще не нашла, или просто ей интересно, никогда не боится открывать что-то новое для себя. Например, для нас, то, как думать, телевидение – это новая штука. Но заниматься все чем-то можно. Никто не заборонял. Ну, да. Ну, все нормально. Если бы каждый из вас разрешили делать шоу по общению обращение внимания на форматы, каким оно было бы? Это редактор из какой-то камеры питает. Я не знаю, можно говорить про то, про что мы говорим поздно, что думаем о кого-нибудь сигарет? Ну, так? Ну, я знаю, я думаю, какие самые. Ну, мне кажется, что вам… я бы хотел сделать саркастичнее. Знаете, это был бы какой-то помесь… я так как помесь, это будет украинский. Что за слово? Сумиш. 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 между обращается обращается в мире, что не нужно было это комментировать. Что оно само за себя говорит и все понимают, что это або повный ну, провал, который существует у нас в мире, в государстве, с нами, или это реально круто и но комменс. ну, я не могу сказать точно таки формат, что я делала бы именно это, но, ну, я тоже за сумаж многих разных вещей, и хочется больше, хочется такого, напевно, максимального лайфу, максимального экстриму, ну, по-справжному, хочется, чтобы максимально по-справжному было. и намагаемся это делать. Ну, если что-то делать, если вы видите себя телеведущим дальше, после проекта Т2.0, то делать только вещи, не заангажированные, то есть, только лайф, только на живо. Можливо, я даже себе так, недавно просто начал про это думать, я себе би бачил в каком-нибудь проекте, который бы рассказывал про современный дизайн, про современное мастерство, архитектуру. Ну, мне нравится, ну да, окулярные, это моя, мне, честно, ездить на разные байонали, ездить в... Байонали. Знаете, что это такое байонали? Так. Душь нас, но не знаю. Кто знает, кто-то работает в жизни. Ну, рассказать вещи, которые происходят за межами Украины. Чтобы люди были настолько развитыми, чтобы они знали какие-то темы в современной мастерстве, взяли, знали, что происходит там, как тут про это говорить. Такое бы я хотел. Молодец. Угу. 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 Так, последний вопрос. О, пустой. Ну, точнее, он не последний в списке, просто у нас уже пошел второй час. Серьезно? Угу. 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 Я бы хотел там снятися, я так... Чому у меня там немало? Это было прикольно, мы смотрели через наш планшет про проект «Сплит» И гуртаемо, а там фотографии актеров и актрис, которые там снимаются И никто такой, ну я же не умею, а чему это у меня тут нет? Что происходит? Ну, так как-то так стало, гей, ну что, вы все не знаете? Нет, на самом деле ждем, потому что, ну, интересный проект, мне кажется Посмотрим на допремьерном показе, что... А, то мы идем на допремьерный показ, проведем эту премьеру И посмотрим, какой это проект, как он должен выглядеть на телевидении Потому что каждый из нас, если честно, не знаю, что это за сериал, как он будет выглядеть Что ты говоришь? Я знаю только рекламу этого «Сплит» Просто порагировали, бали его сюда Он не интеллектуальнейший, он там... У него свои заскоки У него тоже свои заскоки Так, ну давайте посмотрим, пожелания напоследок Пожелания... Пожелания? Ну что наоборот? Думайте проекте 2.0 Да что вы желаете? Йсти нормально, спите нормально Кухайте... И кухайте... Одну дуну Они как вас... Так, все таки... Хочется побежать быть вам активнейшими в жизни И намагаться пробовать разные вещи И помните про то, что... Ковчег Збудував Аматор А тотенекстро Будували професионали Тоже помните про то, что все можно... Все можливо Николай не боитесь ничем делать Цикавтесь, будьте цикавыми И сподимаемся, что мы Побачим вас в нашем проекте Я хочу сказать, что Вы не боялись Робить эксперименты И идти на подвиги Заради когось Або просто так Робить вещи, которые вы никогда не делали Проживайте каждый день, как последний И когда вы понимаете, что он будет последним Это побежание проектов Будьте и все Да быть с собой Если вам понравится архитектура Ну говорите про нее Спасибо Спасибо